И на очереди еще один сюжет об угрозе, исходящей от мобильных телефонов. Специалисты сотовой связи поднялись на защиту своей продукции после того, как в информационных агентствах появилась информация об опасности для здоровья некоторых моделей сотовых телефонов. Проблему анализирует наш корреспондент. Сотовая связь в нашей стране существует всего несколько лет. Из специальных исследований на тему вредного воздействия радиоволны человеческий организм не проводилась. Зарубежные исследователи регулярно проверяют средства связи. По последним данным, опубликованным в интернете, наиболее опасными для организма человека являются некоторые модели известных производителей мобильных телефонов. Также опубликован список и практически безопасных моделей. Все тех же фирм, но с иными показателями частоты и мощности мобильных телефонов. Исследованный показатель характеризует поглощение и излучение телефонов мягкими тканями организма, прежде всего мозгом. Другие, более уязвимые для сотового телефона органы – глаза, сердце и все, что связано с отрицательным воздействием перегрева. Пользователи телефонов не всегда ставят безопасность здоровья на первое место. Чаще просто не думают об этом. Мы, понимаешь, думаем, а этот телефон дешевле, но наше выгодно, понимаешь? Это чисто для деловых людей, кто постоянно, значит, пользуется этими телефонами. Мы не знаем, как, в общем-то, и пользоваться еще толком-то. Это как бы игрушка для нас еще. Специалисты считают, что больной человек гораздо чувствительнее к радиоволнам сотового телефона, чем здоровый. А врачи-гинекологи рекомендуют воздержаться от разговоров по мобильному в течение первых трех месяцев беременности, поскольку в это время у ребенка формируются все органы. В родильных домах перед самыми родами телефонные разговоры только приветствуются. Укорачивает расстояние, оставляет ее в семье, дома, детке. Она в любой момент, независимо от расстояния, от местонахождения, может связаться с своими близкими, родными, быть в курсе домашних дел. Если это ответственный работник, помогать на работе. В компаниях сотовой связи, где сотрудники целыми днями находятся под воздействием высокочастотных излучений, за свое здоровье никто особо не опасается. Если исследования проводили там, в Америке, сажали рядом с мышью, ставили включенный телефон на несколько часов, так сказать, то, может быть, у нее, конечно, и мыши закипели бы мозги от этого. Потому что, в принципе, если вот в микролновку засунуть голову, то там тоже мозги закипят, причем гораздо быстрее. Но на всякий случай работники компании регулярно проходят медосмотр и советуют покупателям выбирать телефоны с частотой 900-1800 МГц. Дальнейшие разработки безопасных технологий будут стремиться к понижению мощности излучения мобильника до 10 милливатт. Специалисты рекомендуют не разговаривать по сотовому телефону более одной минуты. Кроме того, в любой инструкции к мобильному написано о мерах безопасности. Не разговаривать по сотовому телефону за рулем, не носить его в нагрудном кармане рядом с сердцем. Ирина Федосеева, Известия АТН. И в заключение выпуска прикладной совет о том, как грамотно пользоваться сотовыми телефонами, говорит эксперт Известий. Рекомендации, я думаю, вот такие, что нужно стараться антенну держать подальше. И, так сказать, потому что тут уже имеет значение расстояние. Даже если вы увеличили расстояние до 10 сантиметров, интенсивность падает в несколько раз. Это очень важно. И, конечно, лучше брать радиотелефон, у которого вот этот показатель мощности меньше. Это говорит о его качестве, о его, так сказать, способности обеспечивать связь более совершенными методами. У меня на сегодня все с информационной картиной этого дня. Вас продолжит знакомить мой спортивный коллега Олег Глаголев. Я, Оксана Куваева, прощаюсь с вами до следующей недели. Желаю вам приятных выходных. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok